МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ну что ты тут копаешься? Так, а вы что тут делаете? Давайте расходитесь. А это все куда девать? Это на помойку мне этот зачем хлам? Что стоим? Это шубы, давай к окну. А моя фамилия, если для вас уже ничего не значит, да клал я на ваше уважение. Вы мальчишек на улицу выбрасываете. А у нас два чемпиона города, у нас призеры России. У вас там у кого-нибудь мозги еще остались? Освобождайте помещение. Обвал на российском рынке в Белом доме связывается с психозом вокруг снижения цен на нефть. Однако российское правительство в своих действиях ничего кардинально менять не собирается. Доллар продолжает укреплять свои позиции. Сегодня он вырос еще на четвертый. Ну, не сердись, Борисович. Ну, куда нам деваться? За электричество третий год уже не платим. А арендаторы обещали вон ремонт сделать. И открыть кабак. Да хоть бардак. Зато платить будет нормально. А на твоих мальчишках сыт не будешь. Я их не для того тренирую, чтобы кто-то в пузо набивал. Так, ребят, грузите кубки в коробку аккуратно и несите вниз. Борисович, там Динамо зал сдаёт. Я договорюсь, подешевле. Только они хотят оплату за полгода вперед. Будет им оплата, договаривайся. Так, сейчас все по домам, я каждому позвоню. Игорь Борисович, а мы больше тренироваться не будем, да? Почему не будем? Как обычно, в пятницу. Место уточним. Хватит галдеть, дверь закройте. Ну что, подписываем? Все правильно. Документы на машину. Я возле машины. Документы на машину. Документы на машину. Стоит. Не пришел. Стоит. – Проблемы? – Ты машину продал, делиться надо. Давай десять процентов и вали. Я не согласен. Согласен, не согласен. Так положено, мужик. Кому мужик, а кому, Игорь Борисович? Кем положено. Все, вообще без денег останешься. Стоять всем! Замерли! Работает Рубоп. Проварим! Так ты мент? Рубоповец. А какая разница? Чуть больше, чем просто менты. Ну да, раз зарплаты на Волгу хватает. А ты злой на язык, Борисович. Зарплат хватает за квартиру заплатить, да картошки купить. Бабка у меня померла. Комнату ее продал, там окна на Петропавловку. Вот денег еще. На полмашины осталось. Кстати, заяву писать будем? Нет. Они свое и так получили. Ладно. Пользуйся. А иди к нам, инструкторам. Хорошее дело ребят учить с бандитами драться. Нет. Почему? Потому что самбо – это не драка. Передумаешь. Я на Чайковского 30. Так, а тут что? Да ладно, а нафига мы так много взяли? Из прошлой партии нитки полезли все. Армен сказал, больше не возьмет. Ну, Коли отвезем на северный, он все берет. Он-то берет, только он еще за прошлую партию нифига не расплатился. Черт. Привет. Здрасте. Здравствуйте. Есть хочешь? Я там чебуреки принесла. Сам разберись, а то мне еще посчитать надо. Так. 40 бакс по 500, 35 бакс по 200. Убью, стой! Отойди, башку проломлю. Так, 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 весь спокойно, спокойно. Ой, у меня мозги, тебя, так, 40 бакс по 500, 35 бакс по 500, 50, так, атаку не получается. О, 60 по 300. Дай пройти. Привет. Ага. Витя, я очки потерял. Вот эти? Отдай. У тебя что, ботаник, морда кривая? Отдай. Ему без них кранты. Сачуска. Не мои проблемы. Дави, дави. Стой. Часы есть. Давай. Уходи, Алик. Витя, я не могу. Уходи, мне без тебя легче будет. Я не понял. Так, 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 Витя, стоп, стоп. Палка не помогла. Отвали. Тихо, 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 милки. Успокойся, расслабься. Все свои. Сначала кровь надо остановить. Закинь голову назад и сожми зубы. Давай, давай. Вот. Все, тихо. Проверенный способ. Видишь, кровь перестала. Домой придешь. Одежду замочи в холодной воде. Так кровь быстрее отстирается. Чего вам от меня надо? Это мои дела, я сам разберусь. Да это понятно. Работа у меня такая. Молодняк воспитываю. Тренер я по самбо. Динамо, знаешь, на Крестовском? Угу. Приходи завтра в семь. Спортивную форму захватили. А оно мне надо? Сам думай. Тебе жить. Витя, вслух, пожалуйста. Я не люблю вслух. А стихи надо читать вслух. Только так ты можешь услышать. Ритмы и музыку стиха. Тут нет никакой музыки. А ты читай вслух и услышишь ее. Как конквистадор в панцирь железном, я вышел в путь и весело иду. Мам, а кто такой конквистадор? Ну это устаревшее понятие. Сейчас мы говорим конквистадор. Что в переводе с испанского – завоеватель. Это те, кто Южную Америку прихватил? Ну, сленг не обязательный, но в целом да. Читай. Мам, я часы потерял. Свои? Свои. Отцовские. Как? Не хочу тебе врать и правду тебе знать необязательно. Вить, ну что ты говоришь? Это же память об отце. Он бы одобрил. Я за друга вступился. По-иному было никак. О памяти она же не только в вещах. Принципиальный ты мой. Ну, и что, так и не поел? Что мне есть? Чебуреки на машинном масле? Для спортсмена такая еда – смерть. Спортсмена. Нет уже больше спорта. Кончился, как и вся страна. Спорт не может закончиться. Мозги человеческие кончаются. Так что это ненадолго. Ты машину продал? Почему мне не сказал? Потому что это была моя машина. Мне ее от федерации дали. Дали. После того, как я полгода по кабинетам бегала и пороги обивала, талии. Галя, чего ты от меня хочешь? Мне предлагают два ларька в складчину взять. Место хорошее. И это всяко лучше, чем товар для других возить. На. Остальные мне нужны. Спасибо. А, ну, знаешь, Денис, он сильно переживает, что сегодня на рынке все так вышло. Какой Денис? Тот, который твой сын. У меня нет сына. Так, выключаем музыку, построились. За направляющим, по кругу бегом марш. Игорь Борисович, я, наверное, в следующем месте заниматься не буду. Батю сократили. Понятно. Давай, тренируйся, разберемся. Кувырки через голову. Темп держим. Здравствуйте, можно войти? Пришел? Да и так, посмотри. Нечего тут смотреть, не цирк. Переодевайся и в строй. Так, Нефедов, я все вижу. Тебя как звать? Строев. Виктор. Не мешаем друг другу, смотрим, что вокруг. Тачка. Работаем, работаем, работаем. Не спи, Нефедов. Хорошо, закончили, расселись. Сегодня буду показывать новый прием. Бросок через спину. Паша, иди сюда. Не пытайтесь ничего делать за счет только рук. Работают ноги и спина. Захват, подсед и на полевой. Все понятно? Я сказал, что ты веселая? Туфта все это. Ух ты. Почему? Потому. Пусть он меня так бросит. Ну, давай. Ну, давай, хватай меня. Кто во время драки за куртку хватать будет? Сразу вторец зарядит. Во-первых, самбо это не драка. Мы должны уважать противника. Самбо изначально было создано, как искусство самообороны. Обороняются только трусы. Я трус. А я знаю. Только что Строев показал необходимость соблюдения основного правила самбо. Быть всегда готовым к нападению. Вы должны чувствовать, что происходит вокруг вас. Вы должны предвидеть, что собирается сделать ваш противник. Кто не готов, тот проиграл. Ты понял, Паша? Но здесь среди своих, когда мы тренируемся. Этого быть не должно. Это правило, это закон. Я требую его соблюдения. Всем ясно? Да. Не слышу. Ударь меня, как Башу. И на болевой. Кто готов к подлости, тот ничего не боится. В самбо, когда сдают, стучат. Ты меня слышишь? Стучи, говорю. Не буду. Все, тренировка окончена. Все свободны. Строя. Строя. Везде есть правила. Только побеждает всегда тот, кто их нарушает. Да, и при этом проигрывает сам себя. А это самое страшное поражение. Беги, подожди. Там на тренировке ты частично был прав. Но только частично. В драке действительно не всегда выгодно идти в захват. Особенно, если противников несколько. Может, с одним увязаны, а остальные надают тебе по голове. Но это если не умеешь маневрировать. А если умеешь, ты можешь наоборот захватить одного и им защищаться от остальных. При этом видеть всю обстановку. Даже если со всех сторон лупят? Даже тогда. Но это уже раздел боевого самбо. Но оно основывается на фундаменте самоспортивного. Как ты двигаешься, как держишь равновесие, как работаешь с весом противника. Все с этого начинается. Ты запомни, Строя. Культура движения всегда побеждает грубую силу. У тебя есть характер. Может, получиться, если будешь учиться по правилам. Я все равно не буду сдаваться. В пятницу в семь. Привет. Здрасте. Зайду? Да, конечно. А родители дома? Да, но... Здрасте. Проходите. Добрый вечер. А, здравствуйте. Проходите. Я Пашин тренер. Знаю. Прошу. Спасибо. Игорь Борисович. Очень приятно. Проблемы у нас. Сократили меня. Такое дело. Каждая копейка на счету. Сейчас не до жиру. Я бы, конечно, хотел, чтобы сын за себя постоял, но... Сейчас без вариантов. Когда, может, найду работу. Хороший мотор. И лодка есть. И лодка есть. А то... Ласточка. Новую лодку с мотором можно купить потом. А сына нет. Я возьму его бесплатно. Только ему об этом не говорите. Скажете, что это ваше решение. До свидания. До свидания. До свидания. Игорь Борисович. Ну что? Все в порядке. Твой отец передумал. В пятницу в семь. Пока. Угу. Как в школе? Хорошо. А во дворе? Хорошо. Интересно, почему я в этом сомневаюсь? Вить. Я решила подработать немного. Ты и так целыми днями на работе. Да, но зарплату опять задерживают. А директор школы даже не знает, когда будет. Я буду убираться в квартире профессора Шахова. Помнишь? Ну, я тебе рассказывала. Тот, который еще высоко оценил мои статьи. И поэтому берет тебя уборщицей. Прекрати. Любая работа достойна уважения. А Валентин Станиславович пожилой. Ему тяжело. Я бы и без денег согласилась ему помочь. Ты знаешь, у него дома огромная коллекция картин русских художников. Он просто не хочет домой пускать чужих. Может быть, не тоже пойти работать? Вот пацаны на мойке неплохо зарабатывают. И думать забудь. Ты должен учиться. У меня это тоже временно, пока не наладится зарплатой. Вить, щи варю на три дня. Пожалуйста, постарайся не съесть, раз уже все мясо. Раздели равномерно. Какая разница? Что значит, какая разница? Мам, мне нужны деньги. На что? На спорт. На какой спорт? Самбо. Вить, если ты это из-за своих проблем во дворе, то поверь, это только кажется, что дракой можно решить проблему. Драки появляются от невозможности решить сложные вопросы другим путем, понимаешь? Самбо – это не драка. Надеюсь. Но причины, по которым ты решил заниматься. Мужик вроде неплохой. Тренер. Случайно познакомились. Да. Это аргумент. И где секция? Недалеко. На Динамо. Занятия по понедельникам, средам, пятницам. Семь часов. И сколько тебе нужно денег? Да там немного. Вот. Правда, еще нужно за форму заплатить. Борцовки, куртка. Я в магазине уже цены посмотрел. Так, а ты куда собрался? Денис, что происходит? Не смей так со мной разговаривать! Между прочим, он твой сын. Ты долго будешь его наказывать? Субтитры сделал. Дмитрий Сем cuts. С бабками это к нам, ты споришь. Ты попробуй пить бабок. Пошло, он заварил, забрал. Ну да. Эй, задроты! Что совсем берега потеряли? Эй, Ландук, тебе чего надо? А ну давай, иди отсюда. Эй, Ландук! Я завтра уезжаю за товаром. Дней на десять. Хорошо. Я вам там с Денисом приготовила всего. В холодильнике. Хорошо. Давыдов, давай уже разведемся. Хорошо. Здорово. Здорово, братан. Не оторвал? Да, нормально. А говорят, тебя закрыли? Ну как закрыли, так и открыли. Терпил от показаний отказался. Говорит, долг отдал. Козлик серенький. А по указу оформить не успели. Распустились все! С третьего раза нормальную водку принесли. Думали, я паленую жрать буду. Налей. Свежак? Подрался с кем? Да. Так, отморозок на ход ноги. Жизнь не получил. Не бери в голову. Ты смотри. Поаккуратнее. Тебе сейчас по лицам, Алёха, не в тему. А чё за тема? Будем. Сумку видишь? Там четыре ПМа. Один ТТ патроны. Богато. Откуда такая радость? Подгон от хороших людей. Подержи пока у себя. Ты по Рохловским учётам не проходишь. Тебя шманать не будут. Без базара. Нам на ментов сейчас нарываться совсем не в тему. Махно серьёзную стрелку готовит. Мы в форме должны быть и на железе. Если будет какая-то информация, получишь на пейджах. Всё, иди. Молодой человек. Добрый вечер. Добрый. Документики, пожалуйста. Да не вопрос. Рыба. Здоров. Рад тебя видеть, брат. Сколько лет, сколько зим. Хорошо выглядишь. С тренировочки чешешь, а? Молочага. Чё, знакомый? Знакомый, конечно. Ясно. А сам чё? Да я там чё. Всё, времени никак нет. Но время всегда есть. Вопрос, на что ты его тратишь? Борисович всё время так и вдалбливал, а? Ты ему это, привет от меня большой передавай. Договорились. Чё это у вас? Да пострелялись тут одни. Типа бандиты, типа разборка. Короче, пять трупов и ни одного ствола. А кто сказал, что разборка? Может снайпер? Да ну какой снайпер? Это же не заказуха, так разборка. Да и потом гирь сполно стрелянных, ПМТТ. Понятно. Ладно, давай. Рад был тебя видеть. Взаимно. Слушай, ты давай не теряйся, звони. Берегись. Давай. Кто это? Анис Давыдов, чемпион. Сам бы с ним вместе занимались. Так он город два раза по юмцам выигрывал. Второй на выход. Бегом, бегом, бегом. Здрасте. Здрасте. Так, Паша, в раздевалке кто-то остался? Нет, я ключ на скамейке оставил. Понятно, беги. Простите. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Что вы хотели? Посмотрите. Сын был у вас на одной тренировке. Бегом, бегом. Фамилия как? Строев. Витя Строев. Витя. Ну хорошо, но у нас тренировка полтора часа. Время есть? Да. Проходите. Витя. 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 Ангел выливал воду из графина на голову директору. Зачем? Остудить. М-м, приставал. Так это, не не сошлись характерами, это разные взгляды на жизнь. Да как ни скажи, а результат один. Так что у чуть чужих детей освоят рук отбиваются. Не переживайте, все будет хорошо, у парня есть стержень. Проходите, пожалуйста, я сейчас чайник поставлю. Благодарю. В следующий раз. Уже поздно. Витя! Вить, иди сюда. Ну, поздоровайся хоть. Здрасьте. Привет. Ты что, на «Динамо» ходила? Случайно встретились соседи все-таки. Ты в курсе, что твоя мама очень красивая женщина. Оказалось, у нас с ней общий знакомый, ты. Пойдем-ка пройдемся. Вы не против? Нет. Иди пройтись. До свидания. До свидания. Валентин Станиславович, добрый вечер. Это Людмила Строева. Ей не очень поздно. Все в силе? Завтра у меня нет занятий. Могу начать. Отлично. До завтра. А иностранцам тогда попасть в школу Кадакан было невозможно. Но в Японии при православной миссии была семинария, а Щепков там учился. И уговорили японцев пустить его на просмотр. Просмотр был такой. В зале сажали ребят рядами на колени, а сенсей ходит и читает наставление, час ходит, два, три. А другие старшие смотрят в это время на претендентов, кто себя как ведет. На коленках сидеть неудобно, ноги затекают, ребята начинают ерзать, кряхтеть. Вот кто кряхтел, того не брали. Но, конечно, внимательнее всего смотрели на русского паренька, а тот сидит, как влитой, не шелохнется, как камень. Потом уже, когда все кончилось, он даже встать не мог. Ноги так затекли, что их руками приходилось разгибать. Так его взяли? Да, Щепков был первым, кто закончил школу у самого Дзигара Кану. Потом он вернулся в Россию и организовал первую секцию дзюдо. А это еще до революции. А потом у него учился сам великий Харлампиев. Если понадобится, я тоже могу три часа неподвижно просидеть. Да, характер у тебя есть, но чего-то не хватает. И чего же? Отношение к матери. Ты должен ей доверять всегда, везде и безуговорочно. Потому что настанет день, когда ее не будет, и тогда ты будешь проклинать себя за каждый косой взгляд, который бросил в ее сторону. Все, иди домой. А тренировки? Что тренировки? Как всегда. В понедельник в семь. Идешь? Построились? Да все. А это что за откуда такое богатое? А ну-ка все ко мне сюда, Паша, объясняй. А ну-ка. Да я подумал, чего пацаны в рванье занимаются? Пусть хоть кимоно новое будет. Правильно. Даю пять минут переодеться и сложить новое кимоно в углу. Бегом! Почему? Потому. Всему в жизни есть своя цена. И все начинается с малого. Ну, это я уже слышал не один раз. Ты меня-то что так ненавидишь? Потому что я таким, как ты, что ли, не стал? Нет. Потому что ты стал таким, как ты. Каким? Пать, ну каким? Ну, чего ты обо мне знаешь? Ты ж кроме этого спорта своего не видел ничего и никого. Я тебе, я тебе нужен был только как, как продолжение тебя. Тебя самого. А я так не хочу. Ну, не хочу я грабить, грабить всю свою жизнь, чтобы за бортом оказаться. Не будет Олимпиады. Ты им об этом сказал? И спорта никакого не будет. Ну, скажи ты им об этом. Ладно, ты свою жизнь просрал, но их-то зачем за собой тащишь? Подальше от тебя. И таких, как ты. Если мне удастся сделать хотя бы это, я уже выиграл свою Олимпиаду. Красавец. А знаешь, че я? Такой. У меня тренер был. Только вот отца никогда не было. Сюда иди, малец. Тебе непонятно в первый раз, да? А ну, отвалите от него, уроды. А ну, отвалили от него все. Они точно в курсе. Деньги для вас. Слышно? Пацан, в уши, что ли, долбишься? Пошел отсюда. Валим отсюда. Дриснул. Живой? Чего не хотели? Ну, денег, чтоб я из дома вынес. Спортом нужно заниматься. Я не каждый раз рядом буду. Спасибо, но я бы и сам справился. Кто ж спорит? Справишься, когда научишься. Здравствуйте, это вам. Здравствуйте. Спасибо. На работу? Можно я вас провожу? Да, мне просто ищу. Если помешал, извините. Да нет, нет, пойдемте. Пойдемте. Классная у вас тачка. Драке главное не останавливаться. Затормозил все, считаю, работа для тебя. Особенность народа много. Тут наоборот, видишь, хорошо кого-нибудь выцепить и закрываться. Борисович про это мне уже говорил. Ну, видишь? Так это вы нам в зал форму привозили, которую Борисович вернул. Почему? Долгая история. Иногда с прятками сложно становится. Ну, вырасти, поймешь. Слушай, ты не выкаешь, ну, суди, что ли. На ты давай. А почему он так с тобой? У тебя батя есть? Был. О, хороший отец, это роскошь. Зато он тренер от Бога, так что входи, не пропускай. Все остальное, наш с ним дел. Ты, кстати, с этим, с ботаником в хороших отношениях? Угу. Вот, проводи с собой. В жизни пригодится. Это если деньги будут. Маме на работе не платят, она еще домработница устроилась. Чего там, как. Хреново. Им тоже мало платят. Ну, там богатый человек. Профессор какой-то. Все стены в картинах. Мама говорит, Эрмитаж отдыхает. Серьезно? Ну, это крашу, а че? Удобная штука. Дай посмотреть. Ладно, следующий раз. Давай, чемпион. О, счастливый. А на Союзе случай был, в Белизе. Выхожу против местного парня, а он мне шепчет на ухо. Ты на цвале не могу проиграть. Не везда смотрит, что хочешь прозить. Дай выиграть. Дали? Нет. Я там ошибся, и он меня сам на 30 секунд завалил. Все потом порывался, стол накрыть. Не мог поверить, я же тогда чемпионом Союза был. Еле отбился. А вы всегда говорите правду? Стараюсь. Ой. Ой, извините. Вы женаты? Да. Извините, я. Ничего, нормально. Она была бушечицей у нас на базе. А где мне еще было с кем-то познакомиться? Сейчас торгует. Кооператор. Живем по инерции. Следующая остановка моя. Нет, школу через две. В школе я сегодня выходная. Решила попробовать себя в роли домработницы. Вот, глядя на вас, решила говорить правду. Сразу как-то неловко было. Во сколько вы заканчиваете? Я хочу вас куда-нибудь пригласить. Вы уверены, что это надо? Нет. Но очень хочется. Так во сколько? К вашей откровенности так сразу не привыкнешь. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для абонента шесть-девять-пять-четыре. Свою сумку можешь искать в Неве. Ситуация развивается стремительно. Это все зомбисты такие? Только лучшие. Это вам. Спасибо. Приятно. А жена возражать не будет? Мы подаем на развод. Вы меня пугаете. Надеюсь, причина не я? Отчасти. Это давно надо было сделать. Я благодарю вас за ускорение процесса. Все равно. Теперь у меня будет чувство вины. Не будет. Я постараюсь. Я позабочусь. Только не обливайте меня водой, как директора школы. И все будет в порядке. Цветы есть. Что дальше? Я никогда не умел ухаживать. Кафе, мороженое, шампанское. Поход в планетарий. А давайте просто погуляем. Мне с вами интересно. Ты всех подставил, козел. Значит так. В субботу стрелка. Укради. Купи и делай, что хочешь. Но чтоб все железо было. Все пять стволов. Иначе я тебя урою. Витя, ты ж говорил всем. Пойдем домой, хоть чаю попьем. Что? Чтобы пять с акулой столкнуться? Пусть поищем. Вить, ну ты друг или кто? Я конквистадор. В панцире железном. И верю твердое в свою звезду. Давай быстрее. И раз, и два. И раз, и два. И раз, два, одежда в проводочку. Три, четыре, за лево. Пять, шесть. Ничего там. И раз, два, три, четыре. Ничего. Пойдем, подышим. Угу. Спасибо. Давай быстрее. Догоняй. Бегу. Ты чего? Это ж Вера из нашей школы. Валентин Станиславович. Жда, Людочка. В дверь звонят. Откроешь? Да, конечно. Только спроси, кто там. Угу. Кто там? Людмила, откройте. Ваш сын спину сломал. Его в больнику. Что говорит? Там за стрёмание. П sweeter. Почему? ВЫСТРЕЛة. Бегаме новое. А belli. ВЫСТРЕЛ. Продолжение следует... Продолжение следует... Так почему все-таки открыли дверь? Я уже объясняла. Мне сказали, что мой сын получил травму. Он самбо занимается. А где? Недалеко от нашего дома. На Динамо. Как часто тренировки? Три раза в неделю. В какое время? В семь. А было сколько? Около четырех. Так почему все-таки открыли дверь? До занятия вашего сына оставалось еще три часа. Я как-то не подумала. Когда услышала про больницу... Ну хорошо, хорошо. Кто мог бы сообщить вам о травме сына? Кто из тех, кто занимается с ним, мог бы приехать к вам на работу? Никто. Тогда почему открыли дверь? У вас есть дети? Сын полтора года. Спросите у своей жены. Если бы ей сказали, что с ним что-то случилось, она бы долго раздумала, прежде чем открыть дверь. Как там Валентин Станиславович? Он в коме. Врачи говорят, дело плохо. Читайте пока. Эй, парни! Посиди в кабинете, пока меня нет. Вроде так. Двести пятьдесят восемь и... Двести пятьдесят девять. Да, вот. Подходит. Да чего вы мне суете? Зачем мне это? Разрешите? Чего у тебя? Да все тоже. Вроде бы не врет, но черт ее знает. Объяснить свои действия ничем, кроме эмоций, не может. А подтвердить ее слова некому. Значит, теоретически может являться наводчицей. Задерживай ее. По указу на тридцать суток. Черканете справочку, что она связана с какой-нибудь группировкой? Не вопрос. А может быть на трое? Но у нее сын несовершеннолетний. Три дня ни о чем. Нормально не отработаем. А не дай бог умрет профессор, прокуратура нас с дерьмом съест. А сын вообще не твоя забота. Звони в органы опеки, пусть они решают, если у нее родственников нет. Есть. Так, Данил, неплохо. Только мах ногой резче и мощнее. Еще раз. Вот уже лучше. Здрасте. Стоп. Здрасте. Вы ко мне? Уголовный розыск. Удальцов. Виктор Строев у вас занимается? Добрый вечер. Добрый. Я из опеки. За сиротой. Сорок шестой кабинет. Там спросите. Спасибо. Куда задержать? Вы что, долбанулись все? Она ни в чем не виновата. Отпусти ее. Отпусти. Витя, прекрати себя так вести. Какое прекрати, мам? Они не имеют права. Им не важно, кого, лишь бы с бандитами не связываться. Еще раз голос повысишь, отправлю тебя в спецприемник. Будешь там с малолетками пасть разжевать. Простите, он больше не будет. Понял? Сынок, не волнуйся. Все будет хорошо. Я действительно виновата в том, что открыла дверь. Валентин Снаиславович теперь в больнице. Но я уверена, что во всем разберутся. А пока я договорюсь с соседкой, с Олей. Она будет приходить и присмотреть за тобой. Кушать приготовить. К сожалению, это невозможно. По закону. Если, как вы сказали, у вас нет близких родственников, мы вынуждены будем обратиться в службу опеки. И они на время определят Виктора в приют. Витя, прекрати. Пожалуйста. Витя. Мама, не нужно унижаться. Я поеду в приют. Если эти не разберутся, я поеду в бандиты. Еще все пожалеют. Витя. Да у нас тут просто преступная группа на базе родственных отношений. Наклевывается. И кем вы приходите с Строевой? Ее сын у меня тренируется. И все? Все. Тогда зачем вы сюда приехали? Проверить, действительно ли ваши люди из милиции? Парню всего 14 лет. Что с ним будет? Есть социальные службы. Детдом? Я не в курсе. Товарищ полковник, неужели действительно ее так необходимо задерживать? Она... Она очень интеллигентный человек. Образованный. Извините. Колонков. Я понял. Образованный человек. Знаете, Игорь Борисович? Каждый, кто сейчас грабит или ворует, несколько лет назад был советским рабочим, инженером или врачом. Сейчас такое время, я ничему не удивляюсь. А профессор умер. Я могу ее увидеть? Зачем? Поддержать. Тренера сына нет в списке. Родственников, которым разрешены свидания. А задержанным вообще свидания не положены. Не волнуйся, не бойся. Это ненадолго. Они во всем разберутся. Я и не боюсь. Помни, что успокойно, всегда проще отстоять свою точку зрения. Так, все, машина пришла. Пора. Завтра вам понадобится адвокат. У вас есть? Откуда? Тогда я вызову государственного. Проходи. Строев. Ну что ж, Строев, начнем? Пши, есть? Продолжение следует... КОНЕЦ – Ноги готовы? – Пусть принимают. Посмотрим, что за фрукты от этот тренер по самбо. По профессии точно наш клиент. Игорь Борисович, Лобов сейчас спустится. Подождите, пожалуйста. Я на улице подожду. Хорошо. Пусть. Выйди на минутку. Меня уже не выпустят. Вынеси мусор или еще что-нибудь. Давай. Ну, что? Что-то с акулой опять? Да пофиг на акулу. Мне нужен адрес тренера, Игоря Борисовича. Ну, так на тренировки спроси. Ты тормоз. Мне сейчас нужно. Срочно. Сам не могу. Менты ищут. За что? Долгое объяснять. У тебя дома есть комп? Угу. Ты же сам говорил, что можешь найти адрес любой девочки из школы. Ну, это когда отца дома нет, а сейчас он дома. Слушай, Алик, не нужно мать спасать. Кто в школе кидал понты, что сам умный? Давай. Буду здесь ждать. Ай, не весело. Хотя это обычное дело, всегда кто-то из своих открывает. Впрочем, по-разному может быть. Не может. Откуда такая уверенность? Она интеллигентная женщина, которую, ты подумай, только обвиняют в бандитском нападении и убийстве. Да вчерашние интеллигенты такое с голодухи вытворяют. Лобов, что ты несешь? Уж в чем-чем, а в людях я разбираюсь. Не она это. Ты лучше думай, как на преступников уйти. Украденное сбыть надо. А картины это не телевизоры японские. Здесь специалист нужен. У тебя есть? Ну, это вообще-то не моя тема, но в угрозыске есть специалист по антикварке. Поспрашиваю. Когда? А что ты такой быстрый? Это что, тебе самбо, что ли? Это антиквариат, это закрытый бизнес. Там сунешься на поролон, тебе вмиг башку проломят. Наводчика искать надо. Я бы поговорил с тем парнишкой. Раз прогнали тему про травму, значит знали, что он самбо занимается. Его в детдом должны определить, если уже не забрали. Ну, детдом не тюрьма, можно пообщаться. Позвони мне завтра. Странно, что тебя еще в оборот не взяли. По мне, так как ты первый подозреваемый. Пятый слушает. Третий пятому. Объект покидает точку, движется в сторону Литейного. Кого-нибудь перед ним выкиньте. Пятый принял. Сбежал, значит? Сбежал. Адрес как нашел? Нашел, Игорь Борисович. Мама ни в чем не виновата. Я знаю. Пойдем, обсудим. Спасибо. Добавки? Нет, спасибо. Подумал? Да. В школе многие знали. Все пацаны из секции. Алик, мама, вы. Погоди, это про то, что ты самбо занимаешься, а про то, где твоя мама работает. Вот мне она сказала. Еще кому-то могла? Не знаю. Наверное. Ладно. Дальше сам буду думать. Тебя наверняка разыскивают, так что поживешь пока у меня. Если, конечно, не против. Жена за товаром уехала. У сына свои дела не помешают. Спасибо. На улицу не ходи. И школу прогуляй дня два, а лучше три. Потом нагонишь, а я проконтролирую. Хорошо. А как вы маме поможете? Сделаю все, что смогу. А смогу я много. Особенно, если меня разозлить. Как мужчину мужчине. Мне твоя мама нравится. Я вижу. Да вы и тоже. Ну вот. Стало быть, не пропадем. С обидцами справиться не так просто. А вы мне потом про Щепкова и Харлампева расскажете? И про Спиридонова. И про дядю Ваню. Какого дядю Ваню? Лебедева. Он еще до революции чемпионаты по борьбе устраивал. Много хороших людей было ведь. Да и есть. Так что победа всегда будет за нами. Пей чай. Довыдов Игорь Борисович, подозреваемый по делу профессора Шахова приходит к тебе под наружкой. Леня, как могло такое произойти? Так он и приходил по этому поводу. Насчет женщины этой задержанной. Сказал, что она не виновата. Иди, я догоню. Они все так говорят. Все. Давно с ним знаком? Недавно. А откуда? Машину у него купил. Вот нормально. Ты понимаешь, на что это похоже? Ты знаешь, какие у нас отношения с уголовным розыском? Они такой хайп поднимали. Типа мы им там раскрывать мешаем. Я не хочу давать им шанс. Понятно? Так что давай, собирайся. Куда? Вот разнарядка пришла. Курсы повышения квалификации. Тебе сейчас не надо светиться. Снимай серьгу и дуй в Тверь. Леня. Тебе сейчас не надо светить. Тебе сейчас не надо светить. Алло. Здравствуйте. А Лобова можно? Лобова нет. Он уехал в командировку. А надолго? На две недели. Спасибо. До свидания, пожалуйста. Алло. Алло. Я не слышал. Тебя забудешь. Вот и я о том же. Хочу вас сегодня пригласить на обед. Тебя, Степку, Валеру. Ты как? Само собой. А раньше ты не мог сказать? Нет, Валер, не мог. Натощак вся информация воспринимается гораздо негативнее. Ну, потом за едой проблемы не обсуждают. Уверен? А почему ты конкретно нас пригласил? Только честно, у нас в команде же больше было народу. Я пригласил мне платить, а денег больше, чем за троих, не хватит. Да и из наших только вы с бандитами крутитесь. Продолжаешь правду в глаза говорить? Могу ошибаться, но мне кажется, что один за столиком — это Степа-сенсей. Это то, что северный рынок держит и торговую зону рядом? Не так просто наш тройнер, однако. Похоже, правильно роем. Надо инициатору сообщить. Я пацан. Хоть ты и думаешь, что я всех бандитов в городе знаю, но это не так. Я давно от дел отошел. Я в Америке живу. На Брайтон-Бич. Тебя всегда забу, Артинова. С твоими представлениями о жизни, вот ты хоть, к примеру, понимаешь, что цветной металл никакого отношения к Артинаме не имеет. Как? А монолиза разве не из бронзы отлита? Ладно, мужики. Давайте по-простому. Мало кто из нас чем занимается и что, про кого я знаю. Вопрос понятный. Можете помочь — помогите. Нет? Приятно было посидеть. Извини, Игорь. Лично у меня в голове ничего на эту дему. Я знаю человека, который золото купит. В любом виде. От картины. Товар специфический. Хочешь за обед заплатить? Обедить хочешь? На посошок? Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки. Да что так мало? Нет. Завтра еще принесешь. Понял? Валей. Ну что, много заработал? Ты что натворил? Уж был милиция приходила. Тебя искали. Банк ограбил. Вспоминай. Ты говорил Акуле, что моя мама пошла к профессору в домработницу. Нет. Ты давно с Акулой? Да нет же. Я для него деньги достаю. Тогда он меня не трогает. А где достаешь? Воруешь? Ну а я то родители понемногу. А что мне еще делать? Ты со мной каждый день ходить не можешь. А он меня специально отлавливает, когда тебя нет рядом. Алик, вспоминай. Ты точно не говорил Акуле, что моя мама у профессора работала? Витя, я не помню. Честно. Да вроде не должен был. А что, ты думаешь, что он маграбил? Да он единственный урод, который знал, что моя мама у профессора работала. Он мог навести. Ну да, он говорил. У него бандиты есть знакомые взрослые. Алик, ты мне должен помочь. Вот ключи. Придешь ко мне домой. Там в кладовке топорик. Принесешь. Я буду ждать около гаражей. Давай хоть подвезу. Спасибо, я пройдусь. Присядь, говорю. Ну ты даёшь, старичок. Кто ж в таких делах-то при всех спрашивает, а? Когда-то у нас не было друг от друга секретов. История твоя громкая. Как менты говорят, дело резонансное. А значит, товар сильно палёный. Мало кто таким заниматься будет. Но ведь кто-то же будет. Кто-то будет. Это его магазин-салон. Там охрана скажет, что у тебя редкая римская монета. Тогда к самому пропустят. Зовут Альберт Сергеевич. Откуда ты знаешь? Знаю. Таких трое было. Один в могиле, другого закрыли. Только этот остался. Почему решил рассказать? Ты помнишь турнир в Кишиневе? Меня тогда пацан дагестанский на болевой взял. Помню. Ты ему Ахилл тогда отдал, терпел до конца, не сдавался. А знаешь почему? Почему? Ты на меня смотрел. Все смотрели. Да нет, все ждали, когда я ладошкой по ковру шлепнул. А ты смотрел на меня и на часы. Гонга ждал. Верил, что я выдержу. Юр, Ахилл это не локоть, потерпеть можно, не велик подвиг. Да при чем здесь подвиг? Мы просто тогда друг за другом стеной стояли. Было. Было. Ну ладно, иди. Я с тобой не говорил. Да. Адвокат для твоей пассии у меня есть. Ты об оплате не думай. Разберемся. Так, подожди. Еще одно. Я, конечно, не до конца уверен, но, по-моему, тебя пасут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА По-моему, он. Хорошо. Хорошо. Правой почетче. Вот так. Хорошо. Да. Еще. Да. Убирай руки. Валя. Привет. Борис, привет, дорогой. Сто лет сто зим. Ну что, рассказывай, мальчишек своих тренируешь? Да. А ты все бандитов. Ну, знаешь, у них на лицах не написано, бандиты они или не бандиты. А по мне так очень написано. К тебе. Ну? Ладно. Валь, у тебя спортивный костюм найдется. Тебе? Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА База. База третьего. Как обстановка? База стояла на перевалочном. Объект не выходил. Принято. Здравствуйте. Здрасте. Чем интересуетесь? Нумизматика, ордена, покупаете, продаете? Продаю. Римская монета. Мне какой-то мужик на рынке сказал, что Альберт Сергеевич может дать реальную цену. Одну минуту. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Вы сказали, что у вас есть редкая монета. Могу полюбопытствовать? Прошу прощения. Я очень не люблю обманывать, но на этот раз пришлось, чтобы не покалечить вашего охранника. То есть монеты не будет? Позвольте представиться. Давыдов Игорь Борисович. Заслуженный мастер спорта по самбо. Трехкратный чемпион Советского Союза, чемпион Европы. Серебряный призер Олимпийских игр. Я могу предложить вам на продажу свои медали, у меня их много. Красивые кубки, золотые именные часы. Но все это я вам могу отдать просто так, если вы мне поможете. Чем? Картины профессора Шахова. Маковский, Королин, другие известные имена. Сейчас по следствиям находится женщина, которая открыла преступникам дверь. Она там прибиралась, подрабатывала. Мне нужно найти настоящих преступников, чтобы ее освободили. Вот, собственно, и все. Причем тут я? Нет, я слышал, конечно, об этом ужасном деле из газет. И если мне предложат что-то из коллекции профессора Шахова, то… То вы тут же позвоните в милицию. Знаете что, Альберт Сергеевич? Оставьте ваши сказки для следователя. Я знаю, кто вы такой и чем вы тут занимаетесь, и мне на это плевать. Но денег на картинах Шахова вы не сделаете, я вам не дам. И поверьте, я приготовил все необходимые документы для рассылки в соответствующие инстанции. Так что даже если вы меня убьете, это не решит проблем. Да и за вами, я полагаю, стоят серьезные люди, которым лишний шум тоже ни к чему. Надо уметь читать знаки, не способные слышу. Что, простите? Возможно, ваш приход убережет меня от серьезных проблем. Сейчас мне должны привести фотографии картин. Полагаю, именно тех, которыми вы интересуетесь. Только одна просьба. Никакой крови здесь и меня не впутывать. Договорились. Смотри, идет. Ты не трогайся его. Дайте мне еще полчаса. Витя сегодня в три придет. А сколько? В три. Иди, зови. Знакомые все лица. Где картины? Ты что, баран? Проблем хочешь? Какие картины? Это тебе за барана? Вот этих. Где картины? Спрашиваю. Сейчас руку сломаю. Где? В тебе. Ах... Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я все. Иди сюда. Ну, и? Приятного аппетита. Где картины? А ты кто такой вообще? Давыдов Игорь Борисович, тренер по самбо. Из-за этих картин сидит невиновная женщина. Так вот ты какой, Давыдов. Сдумалась козлику в лес погулять. И вздумалась с Серыма в лес погулять. Я знаю, они у тебя. Я отсюда никуда не уйду, пока не узнаю, где они. И кто их украл. Ты их украл, папаша, когда стволы наши выбросил. Ну и где этот абсос? Я ему башку проломлю за опоздание. Пусть за каждую минуту штраф платит, да? Нет, лучше батеньки целует. А сами ничего поцеловать не хотите? Ты что, малой, а? Так, 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 спокойно, спокойно, Вишка. Эй, тихо, тихо, тихо. Топорик положи, ладно? Ты что, клей обнюхался? Где картины, гад? Убью. Какие картины? Чего ты несешь? Здесь, на которых моя мать сидит. Да не знаю ни про какие картины. Успокойся. Убью. Стой. Стой. А что, без железки своей не можешь ничего, да? Самбист хренов. Давай, бери сюда. Сейчас ты мне все расскажешь. Ну что, самбист? Давай. Ай, валим его. Отзадите, сломаем ему ногу. Отпусти, отпусти, Витька. Ну и кто из нас теперь фафлоа? Где картины? Не знаю, Витька, отпусти. Ай, этот Денчик, Денчик, который из бандитов. Сыр твоего тренера, который тебя от нас еще отпазывал. Он просил за твоей матерью следить. Отпусти его, больно. Тебе, Витька, больно. Сымбист. Оружие в сумке общаковое было. По понятиям за такое списывают. Но есть возможность ущерб возместить. Штраф заплатить. Вот твой сын Улей вписался в блудняк. Продадут с картины, за мнем косяк. А нет его проблемы. Так что ты бы лучше пошел покупателей поискал, чем тут сидеть предъявы кидать. Да ты мордой-то не играй. Тут тень и олимпиада твоя. Это жизнь. Тут все по-серьезки. Пацаны! Папаня Денчика уходит. Ты руками не сучи, иди спокойно. А баба твоя посидит и выйдет. После разлуки она даже вкуснее будет. Так что ты не палься. Я последний раз спрашиваю, где картины? На даче. У тебя. Вместе с Денчиком. Ну что, нас и на ментов наведешь? Или баба дороже, а? Мам, я открою. Это ко мне. Ну чего? Нормально все. Можно я сегодня у вас в гараже переночую? У тебя же два ключа. Да. Так ты ж у тренера живешь? Уже нет. Почему? Потому. Ты дашь ключи? Али, не держи, дверь открытой. Я завтра приду. И пожрать что-нибудь принеси. Угу. КОНЕЦ Папа! 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 Юра, это опять Давыдов! Ты говорил, у тебя есть знакомый адвокат, свяжи меня с ним! Прямо сейчас. Заводи. У вас пять минут. Очень приятно познакомиться, Людмила Михайловна. Я ваш адвокат. Соглашение сегодня подпишем. Ну, а сейчас не буду мешать. Спасибо. Спасибо. Друзья Юрия Михайловича — мои друзья. Молчи. Все знаю. Никому не верю. Только тебе. Ты не будешь сидеть в тюрьме. Даю слово. А Витя? Витя живет у меня. Потом будем жить все вместе. Это предложение… Безусловно. Прости, без цветов шампанского. Ты согласна? У нас мало времени. Да или нет? Нет. Ты не оставляешь мне выбора. Скажи, что все будет хорошо, а? Разве у нас может быть иначе? Витя. Здрасте. Здравствуй. Где Виктор? Я не знаю. Не умеешь ты врать. Где он? Алик, с ним может случиться беда. Что, и рубануть сможешь? Смогу. Чего сбежал? Не по пути нам стало. В каком смысле? Я с акулой базарил. Он сказал, что картины… Украл мой сын. И что? Как вы теперь маму спасать будете? Это же ваш сын. Я ж тебе обещал, что я обязательно вытащу твою маму из тюрьмы. Пойдем домой. Здесь холодно. И помыться тебе надо. А вот и пацан нарисовался. Надо инициатору сообщить. Пацан, пусть пока погуляет. Нельзя упустить этого тренера с пиным мозгом, чувствую. Выйдет он нас картину. Он все замутил. Главное, чтобы наружка опять не обосралась. Я с ними говорил, они завтра обещали послать две бригады. Он одну срубит и успокоится. А вторая его доведет. Хоть три. Главное, чтобы держали. Есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Это неправда! Стоять! Я могу встать. Можете. Заводи его. Свободен. Врать вы не умеете. Ваш сын сдался. Написал явку с повинной. Вот и гадай теперь. Плохой вы отец, что такого сына воспитали? Или хороший, что он так к вам относится? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мама! Мама! Мама!